Цифровизационные процессы Которые обсуждают эти вопросы Стремятся обычно дистанцироваться От обсуждения того Какие следствия И какова цель Этих самых цифровизационных процессов Несколько лет назад То ли в 2018 То ли в 2019 году На одной из конференций Которую организует знаменитая фирма 1С Я предложил в качестве выступления Обсуждение как раз именно этих философских Имплигаций процесса цифровизации Несколько дней Оргкомитет хранил Громкое молчание Затем сделал рассылку для всех Зарегистрировавшихся участников Который попросил воздержаться От обсуждения философских вопросов Цифровизации Хотя мое скромное имя там не было Упомянуто Я счел себя весьма польщенным Поскольку Оргкомитет Обратил внимание на эту идею Хотя я не захотел ее выслушать Единственным местом Где вопрос о цифровизации Еще пока что рассматривается Именно как вопрос Это вероятно Философские методологические конференции Но к сожалению За пределами этих конференций Результаты этих обсуждений Фактически не слышны Скорее всего Потому что Глашатаем цифровизации Чаще всего Не достает Именно методологической Культуры Для того Чтобы обратить внимание На проблемы С которыми мы сталкиваемся В результате цифровизационных процессов Определить Сами цифровизационные процессы Оказывается Тоже совсем нелегко Здесь существует Разнобой мнений И Самое неприятное Заключается в том Что обычно Цифровизации Предлагают назвать Какое-то нормативное Положение дел Нисколько не заботясь О том Насколько это нормативное Положение дел Как правило Закрепленное В тех или иных Государственных Или ведомственных Актах Соответствует Действительному Процессу Цифровизация То есть Цифровые Трансформации В обществе Может быть Определена Как такой тип Отношений Между Социальными Культурными Экономическими Политическими Агентами В котором Электронные Каналы Взаимодействия Между ними Становятся Основными Конститутивными Или единственными Поборники Цифровизации Особенно Заточенные Отечественной Системой Образования С применением Так называемого Практика Ориентированного Подхода Который Таким образом Просто уничтожил Классическое Образование И классический Университет Его больше Нет Убеждены В том Что Всякий Инструмент Должен Быть Внедрен В практику Особенно Если Это Внедрение Поощряется Государственными Бюрократическими Структурами То Что Такой Подход Вызывает Обоснованные Сомнения Дает Возможность Увидеть Упоминание Хотя бы Двух Недавних Примеров Это Болонский Процесс И Внедрение Международных Наукометрических Индексов Об Обоих Процессах До Самого Последнего Времени Говорили Исключительно В Суперлятивах И Точно Те же Люди Которые 20 лет Назад Убеждали В необходимости Болонского Процесса Или Скажем 10 лет Назад Говорили О необходимости Наукометрических Баз Данных Те же Самые Люди Сегодня Говорят О том Что Болонский Процесс Не Нужен И Что Международные Наукометрические Базы Не Учитывают Например Нашу Специфику До Цифровизации То есть До Более Спокойного Обсуждения Этого Вопроса Дело Пока Что Не Дошло Одним Из Важнейших Вопросов В Отечественном Образовании Является Проблема Измерения Результатов Обучения Напомним Что Здесь Мы Проделали Очень Большую Эволюцию От внедрения Общегосударственных Выпускных Экзаменов ЕГЭ До Использования Контрольно-измерительных Материалов КИМов Буквально На всех Уровнях Образования Начиная Фактически Уже С первого Класса В В Некоторых Случаях Эти Методы Все-таки Пытаются Еще Обосновать Например Отсылкой К знаменитой Таксономии Американского Психолога Бенджамина Блума С момента Публикации Первого Варианта Этой Таксономии Прошло Много Времени Это Было В 1956 Году Многие Ее Положения Критиковались Изменялись Ну И К числу Самых Важных Изменений Относится Во-первых Замена Основных Существительных Которыми Описываются Результаты Образования Или Обучения Замена Их Глаголами Ну А во-вторых Изменение Некоторых Параметров Так сказать Высшего Уровня Результатов Обучения Вот поэтому В обновленной Версии Предлагается Использовать Такую Последовательность Понятий Во-первых Это Запоминать Дальше Понимать Затем Применять Потом Анализировать Наконец Оценивать И Создавать В одной Из Недавно Опубликованных Статей В журнале Информатика Образования Утверждается Что Повсеместное Присутствие Цифровых Технологий Я цитирую В нашей Жизни И в жизни Обучающихся Является Причиной По которой Мы должны Пересмотреть Таксономию Чтобы Оцифровать Ее Каким образом Предполагается Проводить Цифровизацию Таксономии Блума Обычно Это происходит Путем Простого Расписывания Того Как Эти Цели Электронных Или Цифровых Преобразований Могут Реализовываться На базе Вот Этой Таксономии Авторы Просто Фактически Описывают Какие Практические Задачи Они Решают И Соотносят Их С теми Или иными Параметрами Таксономии Блума В большинстве Случаев Когда мы Говорим Об Допустим Технологиях Цифрового Образования Мы Фактически Слышим О том Как Нам Объясняют Как Нужно Использовать Веб Блогинг Или Допустим Веб Серфинг Вряд Ли Это Можно Назвать Цифровизацией Категории Блума Здесь Никак Не Меняются Авторы Лишь Предлагают Как правило Конкретные Кейсы Или Конкретные Задачи В том числе Методические Задачи Которые Необходимо Решать Для того Чтобы Перенести Транспонировать То Что мы Уже Делаем В аудитории В электронную Среду Того или иного Образовательного Учреждения В чем Собственно Говоря Здесь Состоит Цифровое Образование Повторим Еще раз Речь Не идет О каком-то Новом Образовательном Подходе Новых Образовательных Категориях Речь идет О простом Расписывании Тех или иных Детектических Задач По те или иные Категории Упомянутой Таксономии Но В связи с этим Нужно Затронуть Еще один Гораздо Более важный Момент В разбираемой В нашей Статье Работе Упомянутой В журнале Информатика И образование Не упоминается Что обсуждаемая Таксономия Блума Фактически Это только Фрагмент Гораздо Более широко Понимаемого Концептуального Каркаса Образования Ну Казалось бы Этот момент Должен быть На поверхности Потому что Сама книга Блума Называется Цитирует Таксономия Образовательных Целей Том 1 Когнитивная Сфера Ну Во-первых Кроме чисто Когнитивной Сферы Существуют Многие Другие Но Остановимся На минутку На когнитивной Сфере Возможность Выделения Чисто Когнитивной Сферы Прямо Скажем Не то что Оспаривалась А была Разнесена В пух И в прах Во второй Половине 20 века Такими Замечательными Людьми Как Жаном Пиаже Как Ульриком Найсером Как Наконец Всем Массивом Пост Позитивистской Философии И методологии Науки Если Мы Готовы Отказаться От этих Результатов То Тогда Означает Мы Готовы Вернуться В теорию Познания Соответственно Философию Соответственно Науку Уровня Примерно 18 Века Если Процессы Цифровизации Должны Нас Привести К этому То Тогда Возникает Очень Много Других Интересных Вопросов Так вот Кроме Собственно Когнитивной Сферы При условии Что мы Каким-то Образом Смогли Все-таки Выделить А тогда Фактически Под Когнитивной Сферой Мы Понимаем Чисто Калькулятивные Логико-математические Способности Человека Так вот Кроме Чисто Когнитивной Сферы Существует Также Сфера Аффективная Которая Основывается На эмоциях Сфера Психомоторная Которая Основывается На действиях Каким Образом Предполагается Можно Выделить Чисто Когнитивную Сферу Возвращаясь Опять-таки К вопросам Об измерении Результатов Образования Ну Если Я сижу На лекции И мне Не нравится Лектор Ну Не нравится Вот Органически Не могу Я его Перенести Совершенно Понятно Что Какую бы Ценную Информацию Он Мне При этом Не Преподавал Восприятие Такой Информации Будет Мягко Говоря Крайне Затруднено Понятно Что При помощи Контрольно-измерительных Материалов Я могу Проверить Насколько Верно Человек Следует Правилам Орфографии Мы можем Выяснить Насколько Хорошо У него С алгебраическими Действиями Но Как быть С более Сложными Вещами Каким Образом Нужно Оценить Значение Того Что Говорится Как Выделить Вот эту Пресловутую Главную Мысль Автора С твоей точки Зрения Это Главная Мысль С моей Точки Зрения Нет И в конце Концов Как было сказано Одним Бодающимся Человеком Блэзом Паскалем Во мне А не в Монтене Находится Все то Что я Вычитываю У Монтеня Каким Образом Сказать Правильно Высказался Актер Сдающий Экзамен Или неправильно Если он Произнес Фразу Состоящую Из одного Слова Он сказал Да Или он Сказал Да Или он Сказал Да Или он Сказал Да Или он Сказал Да Вот Обо всем Этом В контрольно-измерительных Материалах Во всяком Суче Тех С которыми Мы имеем Дело Пока что Речи не идет И я сильно Сомневаюсь Что оно может там идти. Таким образом, даже в своем изначальном виде таксономия Блума вовсе не претендовала на то, чтобы быть универсальной схемой оценки результатов обучения. В этом как раз у нас и проблема. Как только нам попадается какая-нибудь концепция, мы готовы объявить ее единственной, неповторимой, законченной и имеющей исключительно системный характер. Кстати, системности. До сих пор многие авторы убеждены в том, что электронные дидактические материалы должны иметь законченный системный характер. Но в том-то и дело, что на практике здесь происходит подмена понятий. На словах утверждается, что системность не отрицает, а предполагает развитие, а в действительности автор стремится к очень законченной модели, в которой отсутствует место самому человеку, но зато есть место, цитирую, сформированности компетентностной модели выпускника. Дамы и господа, мы выпускаем модель или мы выпускаем человека, снабженного какими-то знаниями и умениями? Если мы выпускаем модель, то тогда нам дорога на автоваз, а не в образовательные учреждения. Кроме того, за прошедшие с 56 года времени первой публикации книги Блума неоднократно высказывались в общем сомнения в том, что предлагаемые Блумом категории имеют, например, иерархический характер. Изначальная классификация именно это и предполагает. Любой методолог с философским образованием, конечно, задаст вопрос, как возможно, например, понимание до анализирования. Резюмируя, мы можем сказать, что цифровизационные процессы в области образования страдают всеми теми же самыми проблемами, которые возникают при любом применении идей цифровизации в нашей повседневной жизни. Во-первых, это потеря подконтрольности, потеря подотчетности управленческих структур, гражданскому обществу, местному самоуправлению и так далее. Анонимность такого управления существенно, конечно же, ограничивает возможность, скажем, коррупционных действий. Но, с другой стороны, она также и делает фактически невозможной принятие каких-то нестандартных решений. Внедряемые сегодня элементы электронного правительства фактически отражают представление о том, как должно что-то делаться с точки зрения государственных структур и IT-специалистов. У всех у нас есть опыт звонков на горячей линии, колл-центры, и мы знаем, что пробиться куда-то через этого колл-менеджера, который будет фактически только транслировать то, что уже написано на веб-сайте организации, а на любой нестандартный вопрос ничего не сможет сказать, так вот пробиться через этого колл-менеджера будет сложнее, чем пробиться через линию Мажино. Стандартизированные экзамены предлагают выбор из определенного количества уже готовых вариантов. Возможность предложения своего собственного варианта здесь практически отсутствует. Но это, конечно же, никак не способствует формированию креативного, критического мышления, оставляет нашего выпускника на так называемом репродуктивном уровне. А мы все хорошо знаем, что репродуктивный уровень – это тот, за который, ну просто говоря, можно поставить оценку удовлетворительно, как максимум хорошо, но уж никак не оценку 5. Нам требуется продуктивный уровень, уровень, на котором человек сам может создавать что-то новое. Во-вторых, деперсонификация традиционно личностных отношений затрагивает абсолютно все сферы человеческой жизни. Ну, для сравнения, понятие коммуникации у Романа Якобсона и понятие передачи информации у Клода Шенона – это совершенно разные вещи. Мы не можем отождествлять одно с другим. Шенон как раз специально абстрагируется от всяческого контекста передаваемого сообщения, в то время как Якобсон подчеркивает то, что невозможна коммуникация вне понимания семантики того, о чем идет речь. Так что понятно, не только социогуманитарные знания, но и вообще все социальные взаимодействия невозможны без понимания контекста, без осознания того, что каждый человек сегодня включен в множество разных сфер общения, в множество разных систем. Мы все действуем в большом количестве разных референциальных систем. И в каком-то смысле речь уже идет о неидентичности самого индивида. В-третьих, усиливается тенденция к превращению человека в функцию социально-производственных отношений. Мы уже привыкли называть людей человеческими ресурсами, которые создают человеческий капитал. Экономизация человека в современном обществе сопровождается электронизацией вот этих самых межличностных взаимодействий, уничтожая или обесценивая те формы деятельности человека, которые не укладываются в принятые таксономии и классификации возможных действий на тех или иных порталах. Резюмируя, мы можем сказать, что цифровизация, какое бы определение мы здесь не восприняли, сегодня является скорее мощным бюрократическим инструментом стандартизации образования, усиления контроля за деятельностью образовательных структур и повышением формализма в их функционировании. И это при том, что по самой своей идее, по своим возможностям, как раз именно использование электронных средств обучения и открывает огромные возможности для индивидуализации образовательных траекторий, сетевизации образовательного процесса на всех его стадиях и уровнях, а для этого необходима, естественно, и его децентрализация. Дискуссия о рисках и преимуществах цифровизации человеческого мира по сути своей исходит из двух противоположных мереологических представлений – представления соотношений части и целого. Классической является та схема, в которой целая больше суммы частей. На Эйлеровской схеме, например, круги, которые представляют части, скажем, индивиды или группы, вписаны в окружность целого. Ну, например, космос или нация. В современной же оказывается другая Эйлеровская схема, где целая возникает как область пересечения, наложения перекрещивающихся понятий или частей. В этом случае именно индивидуальное, то есть частичное, оказывается конститутивным элементом целого, не отягощенное субстантивистскими предположениями, не критично воспринятыми из классических теорий познания и классических схем описания жизни общества. Соответственно, при выборе первой модели, классической, цифровизация, скорее всего, может быть оценена как глобализационный фактор, который, скорее, облегчает взаимодействие и, возможно, даже взаимопонимание доселе разобщенных отдельных обществ. При выборе второй модели будет более естественным занимать более осторожную позицию в отношении тех возможностей, тех рисков, которые несет с собой цифровизация. Станет ли использование новых возможностей коммуникации инструментом самоидентификации, самоопределения человека, или же, скорее, это станет инструментом подавления личностного начала и определением человека обществом, зависит от очень многих параметров, и, в частности, от жизнеспособного гражданского общества. однако, если инструменты цифровизации скорее будут детерминировать жизнь человека, чем человек будет выбирать инструменты цифровизации для реализации своих личностных целей, а в этом случае человечество сталкивается, наверное, с самым серьезным вызовом за всю свою историю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!